Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книг «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. Петр и Иоанн шли вместе в рам в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Видим, что такая история начинается, что был человек больной, хромой, сидящий, даже не сам приходил, а как здесь написано, его приносили. Приносили с одной целью, чтобы просить милостину, так как мы видим из этого текста, этот человек был болен и самостоятельно передвигаться не мог. В дальнейшем мы узнаем о том, что он лежал здесь не один год, не два, а более чем сорок лет. И вот сидит этот человек, и далее, как мы читаем третий-четвертый стих, здесь, как было сказано в начале, он увидел Петра и Иоанна, уточняется, что Петр и Иоанн шли в час девятый, и он их видит перед входом в храм и просит у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назорея, встань и ходи. И взял его за правую руку, поднял его, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. Конечно, такая радость. Человек, который не мог самостоятельно передвигаться, как я уже сказал, в дальнейшем будет сказано, что это было долгое время, вдруг начинает самостоятельно ходить, и не просто ходит, но скачет, прыгает, радуется, что Бог его исцелил. Что же его исцелило? Исцелила вера. В этих словах сказано о том, что Петр и Иоанн смотрелись в него, они увидели в нем веру. Здесь не описывает евангелист Лука подробно. Здесь он не спрашивает, веруешь ли, что Христос может исцелить тебя. Но иногда бывает такое единодушие веры, а глаза — это зеркало души, что они увидели в нем какие-то начатки веры. Нет подробных описаний, снова повторю, но этот человек наверняка слышал уже о Христе. Конечно, он хотел от них получить то, что он, в общем-то, ожидал. Каких-то средств на свое существование, за этим его и приносили. Потому что, представьте себе, семья, да еще и коллега в семье, инвалид, за этим его и приносили. Но у апостолов не было богатства. Они исполняли заповедь Божию. Не берите с собой ни сребра, ни золота, но довольствуйтесь ежедневным пропитанием. Вот что по этому поводу пишет Беда Достопочтенный. Цитата. Видим, что Беда Достопочтенный здесь говорит о том, что народ израильский кровью Христа оказался исцеленным. Не могли ни золото, ни серебро, да как и, впрочем, и тогда, так и сегодня, часто людям, находящимся в каких-либо болезнях, на них ставят крест в самом плохом смысле этого слова и говорят о том, что этот человек безнадежен. Никакое золото, никакое серебро, никакие клиники, никакие лучшие искусственные врачи мира при своем состоянии человека, таких примеров множество. Не только в истории древней, но и в истории современной. Этот человек имеет все, но не в силах излечить или помочь другому человеку всеми материальными средствами. Только кровь Иисуса Христа очищает нас, способен Христоса исцелить в этой жизни, но, главное, очищает нас от всякого греха. А грех есть смерть. А смерть и грех — это все некий источник болезней, искажений, жизни и повреждений. Итак, мы видим, что не было у них ни серебра, ни золота. И вот, например, даже пишет Евсевий Кисарийский, например, святой. Он говорит так. «Как можно не увидеть, цитата, их презрение к богатству, то есть апостолов христовых? И это доказал тем, что не избегает, но приветствует учителя, запрещающего приобретать золото и серебро, и предписывающий иметь только один хитон. Кто-то, услышав об этом, может пожаловаться на тяжесть такого приказания. А эти люди, апостолы, как показано, исполнили это повеление на деле». Конец цитаты. Свидетель Феофан Затворник пишет о том, что апостолы не отягощали себя богатством. Они не перевозили огромные рефрижераторы, когда переезжали с одного места на другое, куда они шли. У них было то, что им было необходимо для жизни. Действительно, богатство — это не только тягость к проповеди, осуществлению слова Божия. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». Но это еще и повод к раздору. Из-за чего люди ругаются? Потому что богатство делят. Из-за чего ругаются люди-служащие или ученики, скажем, богатого человека, стоящего в той или иной административной должности? Скажу, из-за чего вся грызня, из-за того, кто больше будет в глазах этого благодетеля, виден и кому больше достанется. Это препятствие. Свидетель Феофан Затворник так и пишет, цитата. Как же это устроилось? Как апостол Павел об этом пишет, мы ничем не владеем, у нас ничего нет, но имеем все. Почему? «Не заботьтесь, — говорит Господь, — о завтрашнем дне, что вам есть и что пить, во что одеться, ибо завтрашний день сам будет иметь о себе попечение. Довольствуйтесь малым тем, что есть». Я не хочу ничего говорить, и это не планка для кого-то и не упрек, просто хочу сказать, можно подумать, почему буксует проповедь Евангелия, когда мы говорим, да, как бы нам хотелось, чтобы оно звучало в этом мире, точное, неповрежденное Евангелие Церкови. Ничего не буду говорить, просто скажу эту фразу, и все, подумаем. Итак, мы видим, что ничего не имея, они исцеляют человека, а этот человек в своем естественном порыве, конечно, хвалит Бога. Он вскочил, как сказано, стал, начал ходить, вошел с ними в храм, ходя и скачая, и хваля Бога. И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога. Тоже очень хорошая подсказка нам. Часто бывает, ну, не часто, но бывает. Чаще всего, конечно, бывает, когда люди исцелились от чего-то, они, конечно, благодарят Бога. Можно это увидеть как благодарственное, какие-то там пожертвования даже на наших иконах. Вот человек подошел к Иконе, действительно, помолился всем сердцем, от всей души своей, Господи, помоги. И прошло какое-то время, и Господь услышал его молитву. И мы видим, что там и приношения, и панагии видим, и просто панагийки, и кресты, и прочие-прочие предметы, которые собираются, чтобы сделать вот иконостас, как-то благодарить Бога. И этот человек тоже благодарил Бога, и хвалил, и узнали его, и увидели. «И как исцеленный Хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоновым». Представляете себе, это Восток. Вдруг происходит это исцеление, картина целая, сидит этот человек у красных ворог, где всегда толпа людей, и вдруг происходит это исцеление. Это не одна тысяча человек, это десятки тысяч. Это грандиозное событие, которое тогда произошло, и были очевидцами этого события многие люди. И Евангелист Лука это записывает в книге «Деяния апостолов». Увидев это, Петр сказал народу, Петр, будучи просвещен Святым Духом, Святой Апостол, конечно, в своем миссионерской порыве уже, снова повторяю, движимый, Духом Святым просвещен, он не теряет эту возможность такой большой аудитории, засвидетельствовать людям о воскресении Христовом. И он обращается к ним, мужи израильские, видите, кому в первую очередь, потому что иудеев, конечно, было там на этом празднике много, мы уже видели в «Деяниях апостолов» это обращение было, теперь вот это следующий день, множество еще народов в Иерусалиме, но в первую очередь он обращается к дому израильскому, потому что их большинство. «Что дивитесь, — говорит, — сему, или что смотрите нас, как будто мы своей силой или благовестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Здесь он свою проповедь начинает сначала уважительно обращаться, мы уже израильские, это б наш, Бог послал Господа Иисуса Христа для нас, Мессию, Пророка и Царя. Сначала уважительное к ним обращение, а потом, смотрите, как он здесь вставляет очень аккуратно и говорит, Понтий Пилат даже хотел его отпустить, язычник, прокуратор. Он говорил, помните, я не нахожу в нем всем человеке никакой вины, «А вы, что сделали вы? Вы его предали, которого вы, говорит, предали и от которого отреклись перед лицом Пилата. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам, человеку-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Чему были свидетели? Какая главная цель проповеди? Покаяние и свидетельство о том, что смерти нет. О воскресении Христовом, победившем смерть. Смерть. Почему же покаяние? Почему Иоанн Креститель выходит с этими словами «покайтесь, ибо приблизилось в Царствие Небесное». Господь выходит на общественное служение и говорит «покайтесь, ибо приблизилось в Царствие Небесное». Апостол здесь уже говорил, когда у него спросили во второй главе, что нам делать, и скажет впоследствии «покайтесь». Что это такое? Почему нельзя так вот просто принять, принять все эти события? Все просто. Потому что покаяние — это желание, и не только желание, но и действие, отбросить прежний образ жизни и воспринять другое мировидение и понимание смысла и цели сотворения этого мира и предназначения человека. До тех пор, пока человек будет жить старыми предрассудками или различными теориями представления об этом мире, никогда он не сможет воспринять божественные откровения. Этим-то иудеям, которые знали пророчества, но исказили их, и то было непросто. А что говорить о нашем современном человеке, который увлечен этой заповедью? Какой? Заповедью эволюционизма. Если заповедь Божия говорит о чем? Она говорит «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Повторяю об этом несколько раз. То заповедь, где сильнейший выживает эволюционизм, будет звучать так «раздави ближнего твоего, иначе ближний раздавит тебя». Надо же выжить. Вот они в этих пробках до драк доходят друг на друга, никто никому не уступит. Почему? Так выживает сильнейший, кто вперед прорвался, тот и удачу ухватил. Вот почему начинается с покаяния. Вот почему говорится о том, что нужно отбросить прежний смертоносный образ жизни. В общем-то там умер, и на этом все закончилось. И воспринять то, о чем свидетельствует Святое Евангелие. Воскресил из мертвых, чему мы свидетели. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, сие перед всеми вами». Они не приписывают себе. Они не говорят, что это сделали мы. Тоже важная подсказка. Все, что бы мы не делали в этой жизни, как сказано... Каждый человек ищет славы. Как сказано... Ну, это такого нет, ну, все ищут, как бы там прославиться. Могу дать совет тем, кто ищет, как прославиться. В книге царств есть очень интересное высказывание. Сам Господь говорит. Так, говорит. Прославляющих Меня прославлю Я. Всем ищем славы, пожалуйста. Прославляющих Меня прославлю Я. А если Бог захочет нас прославить, кто может этому воспрепятствовать? И так, ради веры во имя Его укрепилось Его, которую видите, знаете, и вера, которая от Него, от Бога, даровала Ему исцеление, сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по невидею. Мы видим, здесь апостол Петр опять немного смягчает тон своей проповеди. Это тоже очень хорошая подсказка. Очень хорошая подсказка. Как проповедовать Слово Божие из области гомилетики, пожалуйста. Бог же, продолжает апостол, как предводвести лустами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Он им снова напоминает пророчество. Это сделали по невидению, потому что слишком увлеклись обрядоверением. Обрядоверением. Да. Не вере, не вере, а именно верением. Что можно очиститься, главное очиститься и ничего. О том, что своим образом проповедовать Бога, Мессию, Христа, они об этом как-то немножко забыли. И были слишком увлечены длинными заботами. И их вера, она не была в действии. Она была в действии лишь обряда веры, но не в действии по отношению к ту заповедь, которую Господь дал еще в Ветхом Завете. Какую? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем по умам и помышлениям твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Заповедь дана еще в Ветхом Завете, в Торе. Они ее забыли. У них вера не была в действии, она была зациклена только на самих себе. Знаете, вот как знак дорожный едешь, указатель. Они только указывали всем, куда правильно двигаться, но сами так и остались этим знаком на дороге. Не сдвинулись даже с места. О них так и говорит. Сели на свидалище Моисеем, книжники фарисеи. Другим заставляют носить времена неудобно носимые, а сами даже перстом не хотят шевельнуть. Сегодня нечто подобное, когда люди проповедуют о милосердии, о смирении. Так и хочется сказать, яви образ смирения, покажи его. Я готов стать твоим учеником. Так они и говорят, что вы сделали это по неведению. Но напоминаем вам, что в общем-то это вам все было дано. Бог же так произвести устами пророков. И так покайтесь и обратитесь, чтобы загладить, загладились грехи ваши, покаяние. Да придут времена от рады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа. Видите, как он говорит? Напоминает им все пророчества, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал, вот он уже упомянул Авраама, Исаака и Акова, переуказывает им на Моисея. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам, воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их говорили, так же предвозвестились и дни. Он говорит о мессианских пророчествах, что весь Ветхий Завет. Мы когда с вами рассматривали некоторые книги Ветхого Завета Бытие, Исход и с другими исследователями, мы видели, что они переполнены просто. Вся цель Ветхого Завета — это указать на Мессию, который придет, пострадает, умрет на кресте, пройдет кровь, воскреснет, победит смерть. Он нам это напоминает и говорит, вы сыны пророков, вы сыны пророков из Завета, вам все это было дано, который возвещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, всем не твоим благословятся все племена земные. Бог воскресил сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Здесь есть интересный текст, на который нужно обратить внимание. О Христе сказано, как о пророке. Действительно, Христос был и Бог, и Царь, и Пророк, и Мессия. На нем исполнили все обетования, которые были в Ветхом Завете. Некоторые люди говорят о том, что даже полемизируя с православием, например, есть такой полемист Дидат, исламский, но он не знаком с православием, к сожалению. Он знаком с протестантизмом и с протестантскими пониманиями Священного Писания. Когда я его читал, я это ясно увидел. Ему надо познакомиться прежде с православием, потом уже полемизировать против текста Священного Писания. Действительно, о том, что Иисус Христос является не только Сыном Человеческим, но и воплотившимся всем Богом, говорит Священное Писание. Когда апостол Фома уверовал в воскресенье своего Учителя, он сказал, я вот сделал специальную подборку, Господь мой и Бог мой, Теос Офеос, Господь мой, Кириос Офеос, Господь мой и Бог мой. Это Евангелие от Иоанна, 20-28. И Евангелие от Иоанна начинается словами. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово было Бог. В тексте Слово Логос, которое новозаветные книги применяют к Иисусу Христу, прямо названо Богом. По-гречески Теос или Феос. Смотри, какая транскрипция. Феос эн Ологос. Святой апостол Павел пишет, цитата, «А Сыне, престол Твой Божий, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости, боли и соучастников Твоих». Послание к евреям, первая глава, восьмой и девятый стих. И еще. Сын Божий дважды назван Богом в греческом тексте, в обоих случаях Теос, Бог. В тексте, который был процитирован. Апостол Павел, пресвитером города Ефеса, сказал, цитата, из Деяния апостолов, к которым мы еще дойдем, и рассмотрим, 20 глава, 28 стих, цитата, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пости церкви Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Господь и Бог приобрел себе кровью Своею. О каком Боге говорится? О Полосе? О Зевсе? Или еще о ком-то? О Иисусе Христе? Так и сказано. Основатель Церкви Иисус Христос, проливший свою кровь, совершенно определенно называется Богом. И вот, пожалуйста, еще послание к Титу. Цитата. 2 глава, 11-13 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающих нас, чтобы мы отверглись нечестия и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Внимание! «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Теос, великого Бога, Теос Никириус, и Спасителя нашего Иисуса Христа. Что может быть более определенного? Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Если обратиться к Корану, например, 5-я сура, то там есть такая цитата, так на всякий случай. Да, оно призывает, признает эта цитата, признает авторитет Евангелия и все, что в нем сказано, и авторитет Нового Завета. Смотрите, цитата. «И отправили мы по следам их Иису, сына Мариам, с подтверждением истинности того, что не спослано до него в Торе. И даровали мы ему Евангелие, в котором руководство и свет, и подтверждение истины того, что не спослано до него в Торе, и руководством, и увещеванием для богобоязненных». Конец цитаты. То есть, это руководство Евангелия. Коран признает, что Евангелие есть руководство и увещевание для кого? Для богобоязненных. Поэтому, конечно, дедат хороший полемист, но надо познакомиться с православием. Итак, 3 глава, 25 стих. «Вы, сыны пророков, завета, которую завещал Бог отцам вашим, говоря о Аврааме, всеми твоем благословятся все племена». Вот святитель Анзатауст пишет по этому поводу, что это означает. «Итак, если вы цитаты, если вы сыны, то зачем вы к своему относитесь, как к чужому?» «Конечно, вы совершили достойное осуждение, но, несмотря на это, вы можете получить прощение». Сказав таким образом, он вслед за тем справедливо уже говорит. «К вам первым послал его благословить вас, не сказал спасти, но, что важнее, благословить, показывая, что распятый благословляет распявших». «Распятый благословляет распявших». Мы помним, как Господь молился за людей, которые его распинали. Это и нам снова подсказка. Гонят вас — радуйтесь. Хулят вас — радуйтесь. Но если вас хулят за ваш эгоизм или за наш эгоизм, радоваться нечего, надо принимать. А если за имя Христова пострадали, радость будет велика. Но только нужно уметь благословлять и прощать гонителям нашим. Это искусство святости. Но не дается просто, но дается просто умозрительно. Надо пробовать. Когда попробуете, увидите, якобы, благ Господь. Так учитаться церкви. Итак, чем заканчивается эта глава? Третья глава, 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к нам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». И вот бедный достопочленный пишет по этому поводу цитата. Отсюда следует равным образом иметь в виду, что это тот же самый Сын Божий, который называется Севенем Авраама, потому что две природы одного Христа, чтобы не считали Его не только человеком или сыном человека, или сыном Бога, в западню которой ереси попались безумной мани и несторий. Конец цитата. Действительно. «Бог, Он и Бог, Господь Иисус Христос, и Бог, и человек. Если бы Он был только Бог, то не было бы совершено спасение человека. Если бы Он был просто человек, человек не может спасти человека и человечество в полном смысле этого слова. Когда мы им говорим о спасении, мы говорим, что не может уничтожить человек греха человека внутри человека. Это способность и свойства, которым принадлежит только одному Богу. Он способен вручевать внутреннее наше состояние, да и внешне изменить человека. То, что человеку невозможно, стало возможно Богу, Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу». Субтитры создавал DimaTorzok